Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Мы продолжаем, продолжаем, несмотря на Песах, приближающийся к нам, вот прям уже на носу, изучать Мишли, притчи царя Соломона. Не прерываем изучение Торы, идем по плану. 12 глава. И давайте собираемся, пока мы в нашем виртуальном бейт-метраше, в Доме учения. Я пока вот кофе помешаю, сахарок. И слава Богу, слава Богу, мы находимся хоть и в необычной и тяжелой периоде мира, да, необычный и тяжелый период, потому что интересно, прямо вот в Америке рекордное количество умерших, страшное дело, конечно, то, что происходит. Но с Божьей помощью, с Божьей помощью, все равно вот уже мы прямо почти пик вот этого всего. Интересно, что он выпадает на Песах. Вот как, как это объяснить, что совпадение, это невозможно объяснить совпадением, это не совпадение. Нет в мире совпадений. И Бог в Торе прямо говорит, скажите, что это случайно, я вам в 7 раз больше сделаю наказание. То есть, чтобы вы уже поняли, Бог разговаривает с нами через события. Бог с нами разговаривает через события. И в Талмуде четко сказано, если пришли неприятности к человеку, и Фешфеш Бумаса, должен он проверить свои дела. Конкретно должен проверить свои дела. Фешфеш проверил он и ничего не нашел. Говорит, да, я все правильно делаю. Значит, мало учил Торе. Значит, он не знает, что такое правильно, что такое неправильно. И то, что ему кажется, что он делает правильно, по факту это неправильно. И этот же принцип надо в жизни использовать. Если в жизни в чем-то у человека что-то не работает, он должен проверить свои дела. Вот прям проверить свои поступки. Проверил и говорит, я в порядке, значит, мне просто не везет. Или люди виноваты, или другие виноваты. Значит, нужно ему сесть и на листике выписать все, что он знает по этому поводу. Прямо конкретно сесть. Не работают отношения там семейные или нет отношений. Сядь, напиши. Во что ты веришь? Во что ты веришь вообще в этой сфере? Как надо действовать? Значит, то, что ты написал неправильно. Раз у тебя не работают, значит неправильно. И проверь одно за другим то, во что ты веришь. Точно так же, когда у мира сейчас прям мир остановился, сядьте, остановитесь, посмотрите, куда вы не туда заехали. Что вы за последнее время сделали? Во всех странах приняли прям антирелигиозный закон по всем показателям, по всем религиям, по всем мнениям. Мужчины не могут жениться с мужчинами. Это факт. Это факт конкретнейший. И тот, кто этот факт отрицает и пытается этот факт опровергнуть и на уровне закона вести, что это возможно, он идет конкретно против Бога. А против Бога идти нельзя. Нельзя идти против Бога. Он же создатель мира, хозяин мира. А, говорят эти, значит нету Бога. Если он идет против нас, значит Бога нет. Бог говорит, секундочку, сейчас сядете все по местам и будете слушаться. Хорошо, дорогие друзья. Значит, это общая схема. А сейчас мы изучаем детальную схему. Царь Соломон нам, слава Богу, сообщил очень много, как система работает. Брухата, дубной, эллиэйну, мэрэкалнам, шакольния, бедуру. Вот. И, значит, мы дошли, 12 глава, 12 глава мы дошли до того, что уста правды, когда человек говорит правду, а это устанавливается в овете, а язык лживый, он на миг. То есть, это что-то такое мимолетное. Значит, мы это все изучили. Теперь у нас... А, 20-й мы тоже изучили. 20-й отрывок мы закончили в прошлый раз. Мирма блеф хоршера. То есть, обман в сердцах хоршера. Это которые пропахивают дорогу в сторону зла. Обман в сердцах пашечек в сторону зла и для советующих шалом семха. Для тех, кто советует идти к шалому, к миру, для них радость. У них в сердце будет радость. Значит, это мы обсудили о том, что намерение, куда человек двигается, если его намерение зло или намерение добро, намерение определяет все остальное. Теперь 21-й отрывок, очень оптимистичный для всех хороших, добрых людей. Написано так. Ло иунеля цадиб коль овен. Не случится для праведника никакого греха. Ничего неправедного к нему не придет. Урешаим малу ра. А злодеи, они наполнены злом. Преисполнены, наполнены злом. Что это значит? Значит, человек, ну, условно как бы, да, люди делятся на праведников, злодеев и неопределившихся. Значит, праведник это тот, который говорит, Бог, создатель мироздания, сказал, что такое добро, что такое зло. И я в любой ситуации выбираю, вне зависимости от своих личных интересов, своих желаний там и так далее, я выбираю Бога и его систему координат, которую он нам сообщил в Торе. Значит, на горе Синаи он, Моисея, сообщил эту систему всю. И я выбираю добро. Буду делать добро, зло делать не буду. Все. Это называется человек-праведник. В момент, когда он принял это решение, он в этот момент становится праведником. То есть, момент вот этого внутреннего выбора, это свобода выбора человека. Единственная свобода выбора человека в этом мире, такая, не связанная ни с чем, это вот этот вот выбор, или я за Бога, или я против Бога. Это как бы момент вот такого творения, и можно из любой точки совершить вот этот вот переворот, или ты в сторону добра идешь, или в сторону зла. Теперь дальше. Но остальные люди, они вообще на эту тему не думают. Злодей это тот, который говорит, Бога нет, добро то, что я сам сказал добром, то есть, я хозяин этого мира, говорит злодей, весь этот мир принадлежит мне, я буду делать то, что я хочу. То, что я хочу, это добро, то, что я не хочу, это зло. Это психология злодея. И большинство людей посерединке, они не знают. Они говорят, да вроде я религиозный, а вроде нет. Я за Бога, но ничего не соблюдаю. А вообще про эту тему думать не хочу, и так далее. Это так, большинство людей, они не определившиеся в сфере добра и зла, они как бы живут как все. Куда типа поведет, туда поведет. Теперь, события в жизни, которые происходят с человеком, мы живем в мире причинно-следственных связей. То есть, ты делаешь действие, оно обязательно дает последствия. Ты делаешь действие, оно дает последствия. Мы учили в перте вот, что митцва, митцва это когда ты делаешь действие, которое Бог повелел делать, то есть добро, она вызывает следующую заповедь. Преступление, если ты делаешь преступление, оно вызывает следующее преступление. Награда за заповедь, заповедь, то есть идет причинно-следственные связи. Ты делаешь добро, получаешь, включаешь как бы цепочку причинно-следственных связей добра. Ты делаешь зло, включаешь в причинно-следственные связи зла. Значит, здесь мы тоже видим очень четко, когда человек, например, праведник, да, он делает добро, его люди знают как праведника, ему уже тяжело сделать зло. То есть он как бы такой религиозный человек, от него ждут только хорошего, он такой весь идет, если он рубнется, ему говорят, как ты, вот от кого, от кого, от тебя не ждал. То есть чем ты больше укрепляешься в своем образе праведника, человека, который живет по законам добра, тем тебе сложнее выйти из этого образа, да, потому что и люди, и на небе тебя уже таким знают. И это то, что здесь написано, не приключиться, и он это такое слово, не случится, для праведника ничего плохого. То есть он создал уже вокруг себя некую такую атмосферу, своими действиями, своими поступками, что ему по закону причинно-следственных связей туда редко попадает что-то плохое. Но бывает, что злодеи, а злодеи-то что делают? Злодеи, они, каждое их преступление, они должны покрывать, те, кто против них, они должны их убивать. То есть человек украл, дальше он уже готов убить, человек обманул, он уже дальше должен скрывать свой обман. То есть у злодеев идет все наоборот, они наполняются злом. Понятно, да? Теперь вопрос, еще раз, главный вопрос, куда ты идешь, и понимать надо причинно-следственные связи. Я когда этот отрывок читал, я вспомнил одну историю, как жил один в Нью-Йорке хасид. Он был такой хасид, а хасиды, они специально, вот они в таком образе, что они прямо форму на себя одевают, как военная форма. Там халат такой, там шапка меховая, пейсы вот такие длинные. Чтобы всем показать, я хасид, то есть я живу вот в концепции, это как военная форма. Есть люди-пожарники, есть люди одетые как военные, полицейские. А хасид это человек, который хочет всему миру показать. Я живу по жесткой системе религиозных правил, то есть я хочу быть цадиком, хочу, чтобы все видели, что я цадик. Это то, зачем они так одеваются по-хасидски, чтобы у них не было возможности спрыгнуть с этого своего мандели поведения. Теперь, значит, и он как-то, хасид, ходил по улицам Нью-Йорка, увидел кафешка, а в кафешке работала девушка такая негритянка, очень симпатичная. И он раз на нее посмотрел, второй раз посмотрел, и она ему залезла как бы в голову. Как говорят, когда человек влюбился, он, во что он влюбился? Он влюбился в образ, который у него в голове, и тут он уже и спать не может, и есть не может. У него в голове эта вся негритянка такая симпатичная, и он, значит, а он к ней даже подойти не может. Он же хасид, он хасид, он вообще. И у него внутри вот эта внутренняя борьба такая, между его вожделением, ему хочется это, нравится ему эта негритянка, и между всей его мировоззрением, в котором он жил, мировоззрение Торы. И каким-то образом этот хасид был, видно, слабый на интеллект, то есть он не мог управлять своим мышлением, и внутри эта негритянская девушка захватила, победила она все, чему его учили родители, Тора и так далее, и он принимает решение, что он же не может к ней подойти в этой одежде своей хасидской. И он принимает решение, он идет, сбривает бороду, пейсы, одевает футболку, джинсы, такой решил тоже по негритянский стиль такой одеться, кепку, цепи золотые, такой весь, прям татуировки надел, чтобы ей понравиться, да, такой. И идет так через улицу, такой походка специальная, такой вот как ходят рэперы, и он идет так через улицу к ней знакомиться, и тут его сбивает автобус, прямо так в лепешку, бах, его и автобус, и нету хасида бывшего. И он попадает на небо, а человек попадает на небо в том образе, в котором он себя видит, то есть именно спрашивает вопрос, а каким я буду так? Там ты будешь таким, которым ты себя запомнил, то есть человек-то и в этом мире, он живет в своем образе, как он себя видит. И он попадает туда, только он попадает туда уже в последнем своем образе, в котором он хотел быть, вот этого рэпера. И он попадает на суд, а как раз там, где он-то по всем поступкам был праведник, а тут непонятно, в общем, доходит он до момента, когда просвечиваются все его поступки, и он говорит, а почему, я же всю жизнь соблюдал, всю жизнь был религиозным, все одел. Ну так я переоделся всего лишь, что я плохого сделал? А ему говорят, а вы кто? Он говорит, как? Я Мойше Левенштейн. Ему говорят, извините, не узнали, не узнали вас, поэтому вас автобус сбил, и вы сюда попали, не узнали. То есть вы сами в своем образе изменились. Так это очень важно, кем ты себя считаешь, кто ты. И здесь написано в 21-м отрывке хорошее обещание, что если ты праведник, если ты живешь по вот этим законам, с тобой ничего плохого не приключится, никакого автобуса. А нечестивые злодеи, преисполненные зла, то есть они наполнятся злом. 22-й отрывок. Туават Ашем Севтей Шетер. Мерзость для Бога, уста обманные. Восей имуна рецуно. А те, кто делают имуна, имуна это вера, доверие, правда, творящие правду переводят так почему-то. Значит, еще раз, 22-й отрывок 12-й главы звучит так. Мерзость для Бога обманывающие люди, уста обманывающие, а те, кто делают имуна, поступки доверенные такие, да, творящие правду, рецуно, это желание Бога. Значит, что это значит? Каждый человек, он определяется тем, что он думает и говорит. То есть каждый человек живет в наборе своих представлений о себе, о правде, о людях, о правилах поведения, о том, что надо делать, что не надо делать, кто правильно поступает, кто неправильно поступает, кто такой праведник, кто такой неправедник. То есть каждый человек живет в наборе своих представлений об этом. Теперь есть люди, которые обманывают, то есть они обманывают других, Они, например, про себя могут сказать, ой, я не могу это делать. Это обман, потому что он может, но не хочет, например. Или он говорит, да я с ума зайду сейчас от этой погоды. Обман, ты не сойдешь с ума от этой погоды. То есть есть люди, которые в своей даже обычной речи, они очень много обманывают и они много искажают, и они искажают в негативную сторону. Они говорят, ой, я умру, у меня нету сил, я больше не могу, как меня все достало, какие ужасные правительства, какие ужасные те люди, какие ужасные те люди, чтобы они все... И они очень много говорят негативного текста. Значит, здесь написано, что мерзость перед Богом устал живы. То есть есть желание, это когда я что-то хочу, а есть мерзость, это когда я от чего-то отталкиваюсь. Бог из своей доброты и милосердия, он от этих людей отворачивается. Почему? Потому что если бы Бог дал силу их словам, то уже ровно бы через один день не было бы ни их в живых, ни всего их окружения. Потому что те гадости, которые они говорят про себя и про других, если бы там была сила в этих словах, то все, это было бы, ну, день и не было бы ничего вокруг этих людей, настолько они негативщики. Теперь есть люди, называются Асе и Муна. По Торе, то, что ты сказал, ты должен выполнить. И таких людей очень мало, которые следят за своим текстом, что они произносят, которые не искажают реальность, которые, если они не могут, то они должны были до этого сто раз проверить, могут они или не могут. И если они не хотят, то они тогда и говорят правду, я не хочу это делать, или вместо того, чтобы сказать, я не могу, ну и так далее. То есть есть по Торе, прям есть это повелевающее заповедь, человек должен то, что выходит из его рта, выполнять. Теперь таких людей, они относятся к Асе и Муна, то есть те люди, которые держат свое слово, их очень мало. Это как раз те праведники, которые очень, очень сильно, миаиша хапэскаим, кто человек, жаждущий жизни, уэв ямам лироттоф, тот, кто любит все время видеть добро. Нецор лошон хамера, говорил царь Давид, останови свой язык от зла, вэсфатэха, свои уста, медабэр мирма, свои уста от того, чтобы искажать реальность. Так вот, такие люди, праведники, у них есть огромная сила в словах, к ним приходят за благословением, потому что он говорит, Бог делает. Есть известная история в Талмуде, как рабе Ишуа бен Леви, он был один из таких праведников, у кого была невероятная сила в словах. И он договорился, когда за ним пришел ангел смерти, что ангел смерти ему покажет его место в раю. И он пришел посмотреть свое место в раю и решил там и остаться. Ангел смерти ему говорит, так выйди. В общем, там целая была история, что делать в этой ситуации, потому что он живой, зашел в рай, не умер. В общем, Бог сказал, что если он хоть раз в жизни обманывал, значит сила у ангела смерти. Если он никогда в жизни не нарушал свою клятву или свое слово или свое обещание, значит с ним ничего нельзя сделать. Почему? И вот сейчас мы понимаем почему. Желание Бога и сила Бога дает тем, кто делает все по правде, кто держит свои обещания, кто каждое слово, у тебя сейчас начал обдумывать, каждое слово, выходящее из-за его рта, обдумывает и нигде не искажает. Любые обобщения, они являются искажением по определению. Как знаете, всегда, как есть один отец, учил своего сына этой мудрости, он сыну говорит, сынок, тот, кто категорично утверждает что-то, он ошибается. Не бывает, чтобы человек вот категорично, сто процентов, абсолютно точно мог утверждать, что всегда, во всех случаях и так далее. Если он так утверждает, то он скорее всего дурак, он ошибается. Сын его спрашивает, папа, ты уверен? Он говорит, абсолютно точно, абсолютно точно. То есть, любовь, вот это абсолютно точно, и претензия на то, что ты можешь словами выразить истину, уже само по себе является искажением. Я вспоминаю, когда-то задали Раву Ицкаку Зинберу вопрос, а кто такие это люди, которые реально люди действия, они называются Аншей Маасеп, про которых упоминается там в Шухонарухе, в Тесур-Шухонарухе, что есть люди, которые, ну, особенные такие люди. Он говорит, вот я вспоминаю, я видел еще таких вот особенных людей этих, в Таштенте, когда он жил, я запомнил пример, как он показывал, что значит, вот эти люди, которые, ну, вот они особенные, вот такие вот люди, которых Бог любит. Аншей и Муна, да, вот он заходит с улицы, на улице дождь, он заходит мокрый, его спрашивают, что дождь на улице? И он такой останавливается и говорит, когда я был там, был дождь. То есть он не знает, сейчас есть дождь или нет, он не видит дождя, он не хочет исказить даже в мелочи реальность, и он говорит, дождь сейчас я не знаю, я сейчас в помещении. Когда я был на улице, да, был дождь, сейчас я не знаю. Все, вот это вот как раз объяснение 22-го отрывка, что мезо есть для Бога уста обманывающие, и могу так сказать, что большинство людей неосознанно обманывают и искажают реальность в простых вещах, когда они даже с собой внутри про себя разговаривают и описывают себе как будто бы реальность, они описывают одну из маленьких версий реальности. Хорошо, 23-й отрывок, 23-й отрывок, он звучит так. Адам, Арум, Косе, да. Человек хитрый, переводят в благоразумный, но вообще Арум это хитрый. Человек хитрый, Косе, это закрывает познание. Сейчас мы знаем, что это. Закрывает познание. Велев, Ксилим, Икра и Велет. Сердце, Ксилим, Ксилита, грешник по вожделению, он взывает к скептицизму и к цинизму. Значит, есть люди, вот у человека есть набор его представления о жизни, о мире и так далее, и он знает, что Бог сказал, это добро, это зло, и он как бы ознакомился, он понимает, что да, скорее всего это так. И, но он хочет по-другому, он хочет по-другому. Есть еда запрещенная, он хочет ее кушать, есть отношения запрещенные, он хочет их иметь, есть вещь чужая, он хочет ее забрать, есть человек, про которого ты можешь сказать, что-то плохое нельзя сказать, но ты говоришь. Это называется грешник по вожделению, который не может справиться со своим хочу. Есть человек, который грешник, называется грешник-стептик, который сомневается в этих законах Тора, он говорит, а кто сказал, что нельзя, Бог сказал, какой Бог, откуда мы это знаем, и он все подвергает сомнению. Есть человек, который называется цадик-праведник, он, значит, в это верит и он делает, а есть арум, это называется человек хитрый, благоразумный. И он, этот арум, он говорит, даже если я сомневаюсь, но смысл мне идти против Бога, то есть я же не уверен или правда или неправда, но это Бог-создатель мира. Да, если я даже что-то делаю неправильно, то вот этот вот арум, он прикрывает свое знание, он не выставляет его наружу, он не хочет вступать в конфронтацию с теми людьми, с религиозными, не хочет вступать в конфронтацию с нерелигиозными. Он говорит, то, что я знаю на своем личном опыте, я знаю, но я не претендую, что мое знание, оно является истиной, я не буду сейчас выступать ни против тех, ни против тех, ни за тех, ни за тех. Я человек хитрый и благоразумный, я прикрываю свое познание. Мое познание, это мое познание, это не более, чем мой личный опыт, я не буду этот личный опыт выставлять наружу. Это психология человека хитро-благоразумного, который осознает, что его осознание и знание о мире, это очень маленькая такая история. Теперь, что делает сердце грешника по вожделению, провозглашает стептицизм вот этот Ивелос. Теперь грешник по вожделению, он хочет реализовать свои желания, свои вот эти вот вожделения. И он, он как бы понимает, что если он идет против Бога, то тогда ему страшно. Это как есть известная история, когда один другого спрашивает, там, Сеня, когда пост заканчивается, хочу мясо спокойно поесть уже. Тот ему говорит, а ты что, пост держишь? Он говорит, да не держу, ем мясо сейчас, ну как-то неспокойно, а хочу уже, когда пост закончится, буду есть его спокойно. Так вот, вот этот вот грешник по вожделению, он стремится найти себе идеологию, которая оправдывает его поведение. И он стремится к идеологии стептиков, циников. Вот сейчас как раз есть у них флагман такой, Юаль Ноах Харари, у них есть какие-то такие профессора, которые говорят, что люди выдумали Бога, у них есть движение за Бога без религии, там, и так далее. То есть есть им за что зацепиться. И они вот эти вот ксилим, ксилим это грешники по вожделению, они начинают активно провозглашать свою вот эту идеологию, они ее двигают, свой стептицизм, цинизм, и устраивают парады. Это как раз вот самое яркое проявление того, что они не просто делают то, что у них есть вожделение. То есть есть среди них хитрые, хитрые вот эти вот благоразумные. Они говорят, ну хочется мне там с мужиком, хочет, но я же не буду из этого делать правила, не буду всех заставлять это делать, не буду заставлять всех поверить, не буду идти с ними там под хупу с мужиком и не буду доказывать на параде, что все должны делать так и так далее. То есть вот эта вот разница, которую нам царь Соломон рассказал в 23-м отрывке. Теперь мы понимаем суть этих людей, и человек благоразумный, он свое мнение, он не будет его навязывать другим. То есть понятно, если уже теперь мы стоим вот на такой вот позиции, обычный человек, он не знает как правильно. Но у тебя есть выбор, или выбрать быть садиком, и выбрать Тору двигаться к Богу, или выбрать, не дай Бог, быть вот этим вот стептиком-грешником, или грешником по вожделению, или быть хитро-благоразумным, который говорит, то, что я знаю о мире, это не больше, чем, ну это некая модель. И я буду следить за знаками, следить за знаками буду. Жизнь, она мне покажет, Бог со мной разговаривает, и жизнь мне покажет, что правильно, что неправильно. Сейчас мы находимся в преддверии праздника Песах. Мир нам всем, Бог нам всем показывает, что сейчас в мире есть сложности. Бог остановил мир, вот так просто остановил мир, и говорит, люди, отдумайтесь, отдумайтесь вообще, куда вы двигаетесь, как вы живете. То есть сейчас всем страшно, страшно пандемия, это заболевание, этот вирус. Он не останавливается, он двигается, да. Теперь мир остановился, экономический кризис. Люди, отдумайтесь, говорит Бог, посмотрите на свои действия, исправьте свои действия, и будет все великолепно. Я всем желаю, чтобы мы в Песах освободились от рабства, прежде всего в Песах мы освобождаемся от рабства вот этих своих вожделений. То есть в Песах мы едим вот эту вот мацу, и едим мацу вот это, да, это мука и вода. И понимаем, что для жизни вот этот уровень, которого достаточно, это мука и вода. Вода, хлеб, этого достаточно человеку. Все остальное это вожделения. Если эти вожделения заставляют тебя пойти против Бога, то это страшно. То есть ты, получается, за какую-то там котлету потерял вечную жизнь, и за какую-то там котлету потерял вообще себя, можно так сказать. Поэтому я всем советую выйти на свободу от своих вожделений, выйти на свободу от привычек старых, и повернуться в сторону, стать праведником, это выбор. Вот просто выбрать, я хочу быть праведником. Всем желаю, чтобы все выбрали быть праведниками, вышли на свободу из внутреннего Египта, из Мицраима, и, значит, выполняли все, что Бог сказал делать. Конкретно, это очень важно, выполнять все заповеди. Все, удачи, успехов! Песох Кошер ВСМР, чтобы было все кошерно и весело. Всего удачи, успехов!